Приветствую вас. Первое мое впечатление от вашего текста, оно такое, что вы хотите, ну, например, допустим, вам хочется, знаете, как-то вот, какой-то такой свободы, прямо скажем, вот. Вам хочется какой-то, знаете, какого-то пространства вам хочется, вам хочется некой такой непринужденности, что ли, может быть, вот. И вы к этому изо всех сил пытаетесь стремиться, а изо всех сил своих вы пытаетесь это как-то реализовать, да, но у вас это не получается. Ну, по ряду причин, да, мы не будем говорить сейчас о том, какие именно причины заставляют или заставляли вас, например, так себя вести или какие причины заставляют вас этого хотеть, потому что, ну, как бы мы этого не знаем, да, вы об этом, соответственно, ничего не говорите, ничего не рассказываете, ничего не объясняете. Именно на эту тему, именно по, ну, именно по данному вопросу вы ничего, как бы, не раскрываете, да, почему так происходит, как так получилось и так далее. Вот. Значит, дальше вы говорите, «Помогите, пожалуйста». Сестра нагадала мужика такого-сякого раз такого. Значит, получается, ну, довольно интересная вещь. То есть вам, ваша сестра нагадала мужика. Почему вы вообще поверили своей сестре и почему вы считаете, что можно, например, нагадать кому-то что-то? Откуда у вас такая мистификация происходит? Откуда она, да, почему вы верите в мистификацию того, что с вами может произойти, да? Это вопрос отдельный. Ну, то есть он, наверное, с чем-то связан. Этот вопрос, то есть, скорее всего, вы от чего-то бежите. Ну, то есть, как-то вот, может быть, специально, сознательно идеализируете мистику в ваших отношениях с, ну, например, вот, с мужчиной, да? Ну, то есть здесь нужно, конечно, тоже разбираться. То есть очевидно, что если, как вы говорите, человек вас принижал, унижал и так далее, то очевидно, что вы себя чувствуете в неком таком подавлении, вы себя чувствуете в неком таком несвободном, значит, состоянии, да, вот, и если вы чувствуете себя так, то ничего удивительного нет в том, что вы убегаете в этом мистификацию. То есть вас, по сути дела, туда, как бы, вытаскивают, вытесняют вас туда. В эту вот, ну, в это место, в эту сферу, в мистическую сферу. То есть человек обычно оказывается в мистической сфере тогда и только тогда, когда в реальной сфере, ну, в рациональной сфере ему, как бы, некомфортно. Например, в реальном мире, допустим, в реальном мире, ага, от вас мало что зависит, например. Или в реальном мире вы испытываете, например, постоянную фрустрацию. Ну, там, неважно, по какому поводу, да, из-за чего, неважно. Испытываете фрустрацию сильную. Вот. И все. Соответственно. Вот убегаете. Убежали в фантазии. Убежали в мистику. Ага. Ответственность. Ответственность. Ага. Сняли. Сняли с себя. Ответственность. А вот. Нужно понять. Когда вы стали так делать? Когда вы начали так делать? Почему вы так делаете? Вот. От чего вы убежали? Ну, или от чего пытались убежать? Вот. Именно. Самый. Самый. Первый раз. А, то есть, вот, когда это получило, эм... Когда это получило подкрепление позитивное для вас. Ну, с вашей... Как бы, с вашей позицией, с вашей точки зрения, да? ...So... Потому что ну, как правило, ээээ... Мистификация, знаете, эээээ... Она, ну, не возникает эээээ... ...ээээ... Из ниоткуда. Вот. У нее как бы есть основания, у нее есть причины, у нее есть подоплека. Это, значит, момент по поводу того, что нагадал. Почему нагадал? То есть, ну, вопрос, да, почему нагадал именно музыкант? Да, то есть, почему именно музыкант нагадал? То есть, не кого-то другого, да, не кого-то там, ну, конкретного, да, там не что-то другое, а именно музыка. Вот почему, почему именно музыка нагадала вам ваша, ваша сестра, вот. Это, значит, первый важный момент, то есть, второй, наверное, важный момент, да? Второй, я думаю, важный момент был. Значит, дальше идем. Я его встретил через 10 лет. А 10 лет вы что делали? Знали его или что? Что вы 10 лет делали? Почему так долго? Процесс, процессор был, почему так долго происходило? Все это, вот. Значит, я его встретил через 10 лет. Он надо мной издевался, прикалывался, манипулировал, управлял, вел себя как настоящий сволочек. А почему он так себя вел? Почему вы позволяли ему с тобой так себя вести? Почему? Как бы вы вот можете обвинять мужчину, да? То есть, говорить, что вот он такой, сякой, да, там, плохой и так далее. Но понимаете, так-то оно может быть и так. Мужчина может быть и проходит. Но именно вы позволили себе, именно вы позволили себе так впустить мужчину. и так, значит, позволять ему с тобой с вами вести. И почему вы это сделали? Я не знаю. Почему вы это допустили? Я тоже не знаю. Кстати, это сделали вы. Так поступили вы. Почему вы так поступили? Что вам не двигало? Нужно разбираться. Например. Ну, например. Просто вот элементарный пример, да, приведу вам. Значит, допустим. Пример такой. Пример такой. Значит, допустим, допустим. Модель женского поведения у вас. Модель мужского поведения у вас. Вы, как женщина, хотите чего для себя? А мужчину вы себе хотите какого для себя? Опять же. Знаете, да. Знаете, какая вещь происходит? Вот. Поэтому я и пытаюсь на вас донести этот важный момент, который вам нужно постараться для себя увидеть, понять, определить, прочувствовать. То есть это не ответственность, значит, не ответственность это, ну, мужчины, да, там, не ответственность это, людей вокруг вас. Это ваше ответственность. Вы и так позволили людям собой себя вести. Для чего, почему? Я полагаю, что на этот вопрос вы сами знаете ответственность. Ну, если дальше и не знаете, то можно узнать в процессе работы с вами. Можно это узнать, можно это найти, от чего вы начали бежать, там, и так далее. Вот. Может ли, например, быть такое, что вам хочется? Вот вам хочется, чтобы, там, например, над вами издевались, чтобы над вами прикалывались и так далее. Может ли такое быть, чтобы вам этого хотелось? Подумайте. Это тоже довольно важный момент. Вот. Подумайте на эту тему. Потому что если вам этого хочется, а у меня почему-то есть такая мысль, что вам этого, этого может хотеться, то есть вам может хотеться того, чтобы вас унижали. То для чего. И чтобы вас не унижали, да, чтобы, ну вот, все было нормально, чтобы все было хорошо, чтобы отношения складывались с другими людьми адекватно. Нужно в этих судьях не нуждаться. Нельзя нуждаться в тех, кто, значит, ну, как бы, кто, ну, наносит вред, что вам как-то угрожает, например. Вот. А у вас получается такая штука, что он над вами прикалывался, он вас унижал и виноват тоже он. Но при чем здесь человек? Человек был до встречи с вами такой. Вот. Значит, человек был после встречи с вами такой. И, как бы, что меняется, знаете, что изменилось-то? Ничего. Ничего не изменит. И ничего не изменит. Пока вы будете обменять других людей в своих бедах, в своих проблемах, да? Смотрите. А дальше вы пишите, что хотите отвязаться от него мысленно. Если хотите отвязаться от него мысленно, значит, он вам нужен. Ну, для чего это он вам нужен, получается. А если он вам нужен, значит, у вас к нему какая-то потребность. Соответственно, вы не отвяжетесь от него до тех пор, до того момента, да, пока не реализуете эту потребность. Не осознайте ее, не увидите ее, не почувствуете ее, не поймете, как удовлетворять ее правильно, как удовлетворять ее адекватно. Как и что делать, чтобы, ну, чтобы она реализовалась. Понимаете? Вот так. Так обстоят дела. Понимаете, в чем дело? То есть, чтобы отвязаться от человека мысленно, нужно понять, нужно увидеть, что происходило, в чем нуждаетесь вы. Вот. Конкретно. Что вам давал этот человек? Что вы от него, там, например, получали? Как вы себя, например, чувствовали с ним? Вот с ним же. Как вы себя ощущали с ним? Вот. Чего хотелось и хочется? Чего? С ним. Вот с ним до сих пор чего хочется? С этим вот мужчиной, да? С этим вот человеком. Чего желаете? Чем нуждаетесь? Какая потребность у вас? Вот, ну, в нем, как бы. Это поймите для начала, для начала. А там дальше будет немножечко легче. Там дальше вы сможете уже, сможете уже сами к этому прийти. Вы сможете уже сами это реализовать. Понимаете? А пока, пока, ну, вот, пока момент такой, что, как бы, нет средств. Нет средств. То есть вы пытаетесь от чего уйти? Вы пытаетесь от чего убежать? Вы пытаетесь что получить? Вы почему с ним в отношениях-то оказались вообще? Для чего терпели? Значит, для чего терпели вы все его, там, то, что он вам делал? Обиды, да, вот это все. Для чего терпели? Вот. Терпели это все, для чего, зачем, чтобы что? Знаете, какая штука? Вот. Вот это нужно вам выявить. И увидеть, откуда желание проистекает. Чего хочется. И тогда сможете отвязаться от него. Именно тогда. И только тогда. Вот. К сожалению, никак не раньше. Раньше это у вас не получится. Вот. Вот. Ну, опять же. Опять же. Почему? Да? Потому что. Всегда будет бодрен. И всегда будет зависимость. Ваша будет зависимость. В нем. Как бы именно, вот, в мужчину. Так, вы влюбитесь в одного. Значит, вот сейчас, например, вы влюбились в одного мужчину, да, и пробылись с ним, там, сколько-то времени. Вот. А потом вы влюбитесь в кого-то другого, и пробудитесь с ним, сколько-то времени, то есть, разницы особо не будет. Вот. И на этом мне обидно за все то, что он со мной сделал, и как я мучился и страдал. Ну, на секундочку. На секундочку. Что такое обида? Да, вот на секундочку просто. Обидеть такое детское чувство, да, наивное. Ожидание. То есть, вы ожидали, что, например, мужчина, да, ваш, будет, ну, вот, допустим, ну, допустим, он будет так вот себя с вами вести, да, то есть, вот так вот. Хорошо, ну, так вот, как-то, ну, положительно, да, для вас, там, адекватно, например, опять же, для вас адекватно. Вот. Вот. Ну, и, собственно, значит, собственно, все. Вот. Ожидание. Ожидание, это первое, с чем вы скалкиваетесь. Ну, согласитесь. Ожидание, что у ожиданий, да, у ожиданий должно быть обеспечение. То есть, если есть ожидания, то они должны быть чем-то правдой. Ожидание. И человеку для себя же, ну, вот, для самого себя же, а ему лучше будет во всех отношениях, ему будет лучше, если он сам, если он сам для себя же поймет. Почему он хочет именно этого? Знаете, какая штука? Вот. Будет лучше для самого человека, если он поймет, почему он хочет именно этого. Сам. То есть, с чем это свято, что он этого хочет? Да. С чем это свято? С чем это продиктовано? Да? Вот. То, чего хочет человек. И в отношениях нельзя, нельзя ожидать. Вот в любом случае, да, в любом случае. Ожидать нельзя в отношениях. Потому что ожидания всегда приводят, ну, там, к неоправданным таким вот обидам, как раз. Именно к обидам приводят, значит, ожидания. Потому что ожидания, они неоправданны. Да? Ох, вот. Значит, далее. Обида, это, значит, обида, это знаете что? Это сигнал. Сигнал о том, что что-то в вашей жизни не так. Обида, это, скажем так, внешние проявления. Вот ваши чувственные, например, проявления того, что в жизни вам, вам в своей жизни пора что-то менять. Вот. И вы, вместо того, чтобы подумать, почему мне больно, что мне неприятно, что мне тяжело, ну, там, что мне тяжело, например, принять, что мне, например, что я тяжело переношу и так далее. Вместо этого вы обвиняете другого человека, говорите, что вот мне обидно, что вот он со мной это сделал, мне обидно, вот как вот все на все. Получилось мне очень тяжело. Так, а ответственность-то, как бы, как бы она чья? Знаете, какая штука? Чья ответственность, как бы, чья ответственность в том, что вы в этой вот ситуации оказались? Вот. Кто ответственный за это? Понимаете, вот в чем прикол? Понимаете, да? Вот. И это важно. Очень важно. Приступно обращать внимание на себя, свой взгляд на себя. Дальше. Значит, я хочу отомстить. Кому? Вот. Кому вы хотите отомстить? И зачем? Вы хотите отомстить? Знаете, обычно люди мстят тем, кто по их мнению, ну вот как они думают, да, должен был им, ну например, что-то дать. В вашем случае, например, мужчина должен был вам, наверное, дать то, в чем вы нуждались. Может быть, эту вот свободу, которая вам нужна, да? И так далее. Вот. Может быть, так. Вот. Возникает вопрос. Тогда. Но мужчина-то другой оказался. Правильно? Мужчина-то оказался, в общем-то, не таким, да, мужчина-то оказался, в общем-то, другим. Совсем. Правильно? Правильно. Ну так. И, значит, это что означает? Что это означает? А означает только то, что мужчина не был никогда тем, кем вы его себе представляли? Мужчина всегда был другим, мужчина всегда был иным, мужчина всегда был не тем, кем вы его видели. И, значит, ваша месть будет всегда упираться во что? Ваша месть всегда будет упираться во вас саму же. То есть вы будете постоянно приходить к тому, что это вы сами себе мстите. Потому что реального человека, реального человека, которому вы вот, ну, как-то могли бы отомстить, да? Которому вы действительно могли бы навредить, да? Вот. Реального человека нет. Его нет. Его не существует. Он существует только у вас, в, ну, в вашем, в вашем сознании, как бы. Ну вот. И все. Понимаете? В чем дело. И если мы ситуацию воспринимаем именно так, то, наверное, мы приходим к выводу, что мстить-то никому не надо. А чтобы полюбить кого-то, именно полюбить. Вы говорите, я хочу полюбить. Хотите полюбить, зачем? Смотрите, вот как-то. Вот хочу полюбить, да? Для чего хочу полюбить? А... Разве можно хотеть полюбить? Разве нужно хотеть полюбить? Разве это так происходит? Разве это так происходит? Я имею ввиду, по... Ну, по желанию разве это происходит? Подумайте сами. Подумайте, так ли это происходит? И не применяете ли вы одно на другое? Когда вот... Ну, когда... Вы желаете полюбить, грубо говоря. Понимаете? Вот. Я бы хотел... Я бы хотел... Чтобы вы об этом... Подумали бы. Я бы хотел, чтобы вы, как следует, это для себя... Ну... Рассмотрели. Я бы хотел, чтобы вы... Постарались... 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 Это... Принять... Вот то, о чем я говорю. Да, то, о чем я... Пытаюсь вам сказать. Зачем? Чтобы освободиться. Чтобы освободиться от... Ненужного в данном случае негатива. От совершенно ненужного вам негатива. Вот. Освободиться и тогда уже... Быть способны... Кого-либо полюбить. Понимаете? В чем дело? Вот. Вы говорите, что отомстить влюбиться в другого. Вы ему не отомстите. Это раз. Вы себе навредите. Это два. Ну вот. Тем, что влюбитесь вот так. По... Ам... Не знаю. В поместье. Да? Да? Вот. Что делать? Что делать? Работать над теми... Вещами... Которые я сказал. Вот. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы вы, значит, выбрали бы себе психолога. Вот. Для консультации. И поработали бы с ним. А... С ним бы решили... Эти все проблемы. Вот. Ну прямо, прямо можно вот по очереди. Прямо можно вот по очереди. По списку как бы... Как бы пройтись. Да? Ого. Тогда вам будет легче. По крайней мере, страдания... Страдать вы будете меньше. Вот. И, кстати, вот этого вот мужика нагадал. Да? Это обесценивание мужчин. Очень может быть, что в вашей... Вашей... Эээ... 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 Ээ... Я не знаю, что обесценивают мужчин. Эээ... Ваши... Ну ваше właśnie именно в семье. Вот у вас... Эээ... Ээ... Так может быть... Ну я не знаю. Так принято например. У тебя тоже такой довольно... Эээ... Ну деструктивный триггер... Эээ... 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 На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.